Доброе утро, ребята! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Хочу поздравить с этим замечательным поводом. Впереди выходные, но сегодня очень интересный день, поскольку достаточно посмотреть экономический календарь, еще добавить ожидания по поводу «возможно, все еще вероятно в разрешении греческого вопроса», и на выходные, получается, мы уйдем заряженными с точки зрения фундаментальных ожиданий. А понедельник нас может порадовать рынок еще и открытием с ГЭПом. Ну а во всем по порядку. Давайте традиционно с российской валютой. Рубль все-таки не смог устоять против и американского конкурента, и европейская валюта, оттолкнулся от значения 50, и текущая актуальная котировка говорит о том, что 53 – это вопрос времени. Вчера практически 53 рубля против доллара, уровень которого мы достигли чуть-чуть, не хватило силенок еще доллару, но учитывая, что сегодня нас ожидают данные по ВВП, вполне возможно, что этот, скажем, незначительный рубеж, все-таки незначительный по прохождению до 53, все-таки уже сегодня сдастся. Говоря про перспективы рубля, поскольку мы с вами уже закрыли такой фундаментальный фактор поддержки, как налоговый период, убрали его уже на следующий месяц, можно добавить в качестве ключевых драйверов роста рубля сейчас, точнее, ключевых драйверов поведения российской валюты, это исключительно негативные факторы. Вы знаете, что мы параллельно следим за динамикой нефти, также откройте графики, посмотрите, несмотря на восходящее движение, легкое по бренду, сейчас мы видим коррекцию, я думаю, что она будет углубляться. Были ли вчера факторы поддержки для нефти? Были, поскольку вчера вышли данные по запасам, и они снова показали, что запасы сократились, примерно, если быть точным, на 2,8 миллиона баррелей, а в целом уже четвертая неделя. Тренд вроде бы как прослеживается, 4 недели все-таки не одна неделя, но вы вспомните те показатели, которые мы анализировали, это снижение запасов на миллион, полтора, это немного, после практически 15 недель роста запасов, когда мы констатировали лечение на 8-10. В целом, по нефти, сейчас мы, конечно же, продолжим следить за статистикой, но все-таки прекрасно понимаем, что сейчас поведение нефтяного актива определяется самым важным событием, это заседание ОПЕК, о котором мы с вами уже говорили. Следующая неделя, это точное определение дальнейших ожиданий и перспективы энергетического ресурса. Поскольку к этому заседанию мы подходим с фактами увеличения производства нефти, как в Саудовской Аравии, как в Ираке, так и ожидания доступа на рынок прежних объемов еще со стороны Ирана, после снятия финансово-экономических санкций, в целом получается, что у нефтяного картеля есть все основания для того, чтобы как минимум сохранить прежнюю долю. В целом, этот фонд указывает на то, что рынок нефти будет оставаться под давлением, и сейчас это подтверждается буквально аналитиками, экспертами рынка всех инвестиционных банков, всех хеджевых компаний, в общем, всего финансового мира. А если такая позиция существует, она абсолютно фундаментально оправдана, я предлагаю не исключать из обозрения нашу инвестиционную идею, которая касается того, что Brent у нас в ближайшее время просядет к какой отметке? 60. Разумеется, если нефть окажется там, российская валюта не сможет устоять даже на уровне 55 против американского конкурента. Сейчас Центральный банк продолжает покупки валюты для пополнения золота валютных резервов. Минфин также действует на рынке. Центральный банк не собирается снижать стоимость валютного кредитования посредством валютного репо, не собирается устанавливать дополнительные аукционы, проводить, определять новые сроки для этих аукционов. В общем, сейчас все говорит против рубля. И еще не забываем, конечно же, про ситуацию на Украине. И с учетом такого фундаментального фона, разумеется, не сворачиваемся нашей идеей по рублю. Это те цены, которые, в принципе, мы уже с вами обозначили. Что касается других инструментов, европейская валюта. Снова ключевой фактор, в принципе, он уже продолжается достаточно давно в плане поведения евро, это греческий вопрос. Разрешен он или нет? Конечно же, еще нет. Поскольку, если бы была какая-то конкретика основополагающая, я думаю, что рынок бы нам явно показал это в первую очередь. А сейчас мы видим то, что из-за неопределенности евро сохраняет коррекционный потенциал. И что касается вчерашних важных сообщений, которые нужно иметь в виду и добавить в копилку общего фона по Греции. Европейский центральный банк вчера сообщил о том, что больше не будет предоставлять промежуточное финансирование Греции в рамках программы экстренной поддержки. Плюс ко всему, ЕЦБ также отметил, что более не будет принимать в качестве обеспечения греческие облигации. Поэтому, в целом, вспомним еще прошлые комментарии других высокопоставленных чиновников валютного блока. Они также указывали на серьезные риски в Греции. И мне кажется, что эти комментарии были ответом и реакцией на заявление со стороны Греции о том, что они ожидают вот-вот достижения компромиссного решения и соглашения. Вывод здесь напрашивается сам собой. Никакого достижения, никакого компромиссного решения пока еще нет. И вчерашний комментарий министра финансов Германии Шойбле, который еще раз отметил, что прогресса как не было, так и нет. Но в средствах массовой информации периодически появляются заявления источника Греции, конечно же, о том, что соглашение все ближе и ближе. Это способствует улучшению настроения, как на фондовом рынке, так и в динамике европейской валюты. Поэтому мы периодически видим эти выбросы наверх, но потом приходит осознание того, что это лишь вербальное предположение того, что соглашение есть. Рынок понимает, что соглашения нет, и снова разворачивает европейскую валюту вниз. Что касается того, как же сейчас нужно действовать в рамках пары евро-доллар. Я допускаю, вполне возможно, что европейская валюта против американского конкурента сможет даже добраться до уровня 1.10. Но вот этот восходящий импульс, его позиционно стоит продавать. И если евро окажется рядом с этой отметкой, это еще одна прекрасная возможность для занятия короткой сделки. И я вам скажу почему. Грецию мы вроде бы как уже детально проанализировали, обозначили как факт сохраняющейся неопределенности и рисков для евро-валюты. Но есть и еще интересный, не менее определяющий для динамики евро, макроэкономический фонд. На следующей неделе мы сфокусируемся на заседании Европейского центрального банка и конференции Драги. Учитывая снижение инфляционных ожиданий, учитывая риски дефляции, и учитывая комментарии монетарного руководства Европейского центрального банка, которые потащили евро вниз в начале прошлой недели, можно ожидать, что Драги во время своей конференции коснется вопросов касательно более агрессивного выкупа активов, что в принципе мы и ожидаем. Основания для этого есть. И как только, скажем, рынок осознает, что риски доп. смягчения присутствуют, то, соответственно, для евро это еще один серьезный фактор разгрузки, который также скажется в динамике главного валютного риска. Сейчас очень много, скажем, экспертов. На самое ближайшее время, под самым ближайшим временем, я подразумеваю, даже меньше месяца, может быть, недели три, обозначают возможность просадки евро-доллара. Как вы думаете, какой отметки? 1.05. Все верно. Там держится мощная поддержка, и судя по динамике евро, главный валютный риск вполне настроен на тестирование этого рубежа. Поэтому агрессивную цель давайте поставим, точнее она у нас всегда была, но последний восходящий импульс, конечно же, заставил нас понервничать, учитывая то, что евро действительно ввел себя не совсем логично. Сейчас логика возвращается на финансовые рынки, и, значит, снова мы возвращаемся к нашей самой долгосрочной оппозиционной идее, это коррекция евро-доллара в район 1.05. Доллар японской иены. На прошлой неделе у нас был 7-летний максимум по паре, сейчас, если посмотрим локальный хай, выше 124, 124, даже 30, если уж быть совсем точным, это уже 12-летний максимум. Что касается доллара, то ключевую поддержку, разумеется, сейчас оказывает хорошая, улучшенная статистика в последнее время, даже если посмотреть на вчерашние отчеты. Динамика заявок на пособия по безработнице. По факту мы увидели 282 тысячи против прогноза 270. Но я вам уже неоднократно говорил, что пособия, которые держатся по числу ниже 300 тысяч, это явный позитив. И если статистика будет сохраняться ниже этого рубежа, скажем, до конца этого года, вполне возможно, что американская экономика по состоянию рынка труда сможет добиться своих целевых показателей и выйти на безработицу не выше 5%. Хорошая цель, и полномерно Америка к этому и идет. Что касается других факторов поддержки, то помним прежнее заявление Джанет Йеллен о готовности американского мегарегулятора к повышению процентной ставки уже до конца этого года. И вчера эти комментарии, эти заявления подтвердили другие представители ФРС, Буллард и Уильямс, которые также отметили последний позитивный в макроэкономический фон и предложили рынку готовиться к повышению процентной ставки. Вряд ли это произойдет в июне, но если мы сегодня увидим хорошие данные по ВВП, отчет в 15.30 по московскому времени, и если на следующей неделе статистика окажется позитивной с точки зрения нон-фарм-пэроллс, получается все козыри на руках у ФРС, и можно будет готовиться к повышению ставки чуть ли не на конец лета, ну или, к примеру, на сентябрь. Поэтому эти ожидания уверены и дальше будут толкать валютную пару доллара и японская иена вверх. Тем более, что в пользу доллара и против иены играет еще и макроэкономический фон японского происхождения. По сути, последняя восходящая динамика связана не только даже с ростом доллара, но еще и с заявлениями со стороны, точнее, решения со стороны Банка Японии перенести сроки достижения целевого показателя по инфляции на более поздний период. Если посмотрим майский протокол Банка Японии, то сможем легко прийти к выводу о том, что многие члены монетарного кабинета констатируют серьезные проблемы с индексом потребительских цен и полагают, что целевой показатель по инфляции в 2% останется ниже вот этой отметки даже в 2017 году. То есть это открывает дорогу к дополнительным экономическим стимулам. Может быть, программа количественного смягчения, которая действует в Японии, будет увеличена на 40, а то и 50 триллион йен в год в самое ближайшее время. Поэтому предлагаю вам поставить новую цель по USD-йена. Сейчас какой уровень актуальный? 125 уже? 124.50 и я думаю, что если сегодня ВВП будут неплохие, сможем увидеть даже рубеж и повыше. Евро-доллар также уже коснулись перспективы этой валютной пары. Еще USD-кат. Наша цель какая была? 1.25. Эта цель достигнута. Вчера с точки зрения технического анализа на рынке сформирована очень серьезная техническая формация, разворотная свеча. Это классика Билла и Абильямса, которые вместе с ингуляцией предлагают использовать этот сигнал для серьезного разворота. Конечно же, для тех, кто руководствуется техникой, можно подойти к этой валютной паре с точки зрения того, что сейчас хорошие возможности для продажи. Но все-таки фундаментальная картина больше располагает к покупке пары. И если есть трейдеры, которые хотят все-таки сохранить свое позиционирование в этом активе, можно, конечно же, поддержать валютную пару. Если те, кто сейчас думает только занять сделку, то уже нужно смотреть хай этой свечки. Он находится на уровне хай, кстати, этой свечи вчерашней. 1.25. примерно 30. 30, да. 1.25.50 это можно поставить отложник и, скажем, войти в эту сделку только после достижения этого ценового уровня. USDCAD еще по фунту. Вчера мы с вами ждали ВВП. С учетом последней статистики прогнозировали, что ВВП окажется неплохим. ВВП на самом деле разочаровал, хуже прогноза и оказал еще большее давление на британскую валюту. Сейчас по причине отсутствия важных макроэкономических данных сегодня мы больше обращаем внимание на отношение инвесторов к риску. А это отношение формируется европейской валютой. Поскольку сделали ставку на коррекцию евро, соответственно, такая же тенденция может быть характерна и для других рисковых инструментов. Это что касается сегодняшнего торгового дня, ожиданий и пару слов о следующей неделе. Уже также коснулся этой темы, поскольку следующей неделе у нас обещает быть еще более интересной, поскольку мы продолжим усолить не только греческую тему, но еще у нас будет возможность посмотреть за дальнейшим монетарным вектором со стороны ЕЦБ и, конечно же, увидеть истинное положение дел на рынке труда США. Это EDP, а потом Non-Farm Parals. Последние отчеты говорят в пользу того, чтобы сохранять позиционирование по прежним ожиданиям. рост доллара и коррекция рисковых инструментов. Следующая неделя поможет нам еще статистика подтвердить эти инвестиционные возможности, которые на рынке. Ясно? Вопросы есть, ребят? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале Amarkets. Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok